Я довязала наш песочник Вот что получилось Вот здесь вот защип это рукав Беру бросовую нить зашью Вот это наши ножки Горловина, спинка Перед Теперь моя задача Трикотажным швом Сшить наш боковой шов Вот этот вот Чтобы получить Вот такой вот вид Шва не должно быть Потом мы сшиваем горизонтальным швом До рукава Я вам не сказала при вязании Но когда вы заканчиваете рукав вязать Оставьте меточку Движите веревку на последние петельки рукава И боковой шов вы сошьете Вот до этой петли Вот я зашила боковой шов Трикотажным швом горизонтальным И мой рукав То что идет к руке Отдела на Открытые петли Отдела на иголки Сейчас моя задача связать Ну Рядов 10 я свяжу Отделочной моей нитью Надену вот эти петельки На иголки И просто закрою швом косичкой Вот я связала 10 рядов подгиба Сейчас я просто Своей иголкой Вот эти вот петли Одеваю Обратно на иголки Можно было сделать по-другому Но делаю так На этом изделии Вариантов отделки масса Я просто надеваю обратно Эти петли на иголки И закрою их косичкой Все Я сделала ручки Видите Подгибку на рукавах Это наши рукава Получается Вот так вот Теперь делаем ножки Нога Смотрите, чтобы было Одинаковое количество петель Поскольку здесь Открытых петель нет Одеваем за протяжки Смотрите На самые-самые-самые кончики За протяжки За одну ниточку Не одевайте толстые Иначе мы утолщим Вместо шивы Будет нехорошо Вот за одну ниточку Буквально надели Точно так же 10 рядов Одеваем Петли на иглы И закрываем косичкой На руках и на ногах Это можно Горловину так уже не стоит Делать на крыло Хотя и так получается Смотрите Достаточно аккуратно Но горловину Мы будем наделывать по-другому Смотрите, как одевать На иглы Наше изделие Если на нем нет петель На глаз Вот у нас определенное количество Игл есть Изделие Если растянуть Оно будет больше Чем наши иглы Поэтому одеваем серединку Вот видите Болтается Ищем серединку За самый-самый кончик Здесь мы одеваем И примерно середину Ловим Середину здесь Самый-самый кончик Одну протяжку Где тут примерно середина Чтобы эти провисания Были одинаковые И вот так вот Каждый раз Где тут середина Ищите Одеваете Чтобы у вас Вот эти все провисы Были одинаковые Закрываете Видите Постепенно полотно Натягивается У вас все время Она будет равномерно Распределена Если будете Идти от начала Или от середины Ровно не распределите Вот таким образом Если вы из середины Каждый раз будете Искать середину И нанизывать ее У вас будет Очень ровно Одетое полотно Видите Ничего никуда не уезжает Так Вот такие у нас Станишки получаются Наша задача Сейчас обработать Этот шаговый шов Тоже будем делать Планку Но немножко не такую Потому что Здесь все-таки Более Грубые нитки И мы их уберем Спрячем Как мы будем это делать Сейчас Примерное количество Иголок определяем Вот Отсюда начнем Где-то вот Вот до сюда Определили Столько у меня будет Петель На этот шаговый шов Набираю обвитием Провязываю 12 рядов Провязала я Не 12 20 рядов Сейчас будем делать Заднюю планочку Линии шва Делать будем Не просто планку С прорезной Можно сделать планку С прорезной петелькой Есть способ Изготовления петли Среди полотна То есть надо разрезать Ниточку Распустить Потом подшить петельки Я буду делать Навесные петли Для того, чтобы У меня хорошо все это стояло Получилось Нужно делать планки Разной ширины Вот эта планка Широкая Она пойдет на спинку Ищу Где у меня тут будет спинка Передняя часть Вот эта задняя Значит Вот эту заднюю часть Я сейчас одеваю Только одеваю не так Как обычно Как мы делали А наоборот Если вы видели мои уроки По капору То вы понимаете Что именно я собираюсь делать Теперь очень аккуратно Наш Все эти петли Здесь они двойные Видите Здесь Продеваю петлю ловителем За самый краешек Желательно делать так Чтобы здесь шла дорожка Одеваю на иголку Вот так вот Всю эту дорожку Одеваю Сейчас Так Так Здесь надо петлю ловителем Иначе аккуратно не получится С этой стороны одели Теперь точно так же Я аккуратненько С этой стороны Одеваю так же петли Очень осторожно На иголочке Смотрю Чтобы у меня Получилось ровно По петельному столбику Здесь я одела На 4 петли И здесь я точно так же Одену на 4 петли Чтобы все было Одинаково Так Сейчас одеваю Дальше Точно так же Я одеваю все мое изделие Теперь спокойно Одеваю все мои Ничего не застряло Петли Вот так вот просто продеваю их И одеваю Они спокойно сами одеваются Как удобно Как удобно Главное смотрите Чтобы немного оставалось Снизу То и убираю все свои Мохнатые некрасивые края Теперь на вот эти Вот одетые Иглы Одеваем Иглы подгиба Нашего Петли Петли подгиба Протяжки Они очень хорошо видны Поэтому мы обвитие Набирали Все вот эти вот Обвитые протяжки Одеваю сверху После этого Я просто закрываю косичкой Закрываю Убираю все края Нехорошие Внутрь У меня остается Очень чистый край Нигде ничего не торчит Не мешает Какой бы кривой Некрасивый Не получился край Вот таким способом Я его всегда спрячу И уберу Так Одели Нашу изделие На иглы Для того Чтобы у меня Вторую часть Я сделала точно так же Я сейчас помечу Мои иголки Крайние До какого момента Я одеваю их Чтобы в следующий раз Мне даже не думать об этом Беру Мой петлюловитель Убегает все время Как обычно Закрываю Мой косичкой Поднимаю иголочки И Немножко двигаем Иголки Я поднимаю Заранее Потому что Они могут Запутаться В полотне Если делать не так И аккуратно Смотрите Доставил Достаю Так вот Мои обе У меня здесь Получается Три Слоя Я их подцепляю Моим петлюловителем И Смотрю Внимательно Осторожно Тихонечко Закрываю Вот так вот Все три Мои слоя Чтобы у меня Никуда не попала Нитка Ничего никуда Не свалилось Вот так вот Подтягивая ткань Тихонечко Все это Закрываю До конца Вот что получается Вот мы сделали Эту планку Видите Она Так вот Ножка Наша одна Здесь ножка Вот вторая Заднюю часть Мы сделали На нее Так себя Ляжет передняя Видите Получается Когда Таким способом Мы Сейчас Убираем все Видите Очень аккуратный Край Снаружи Очень аккуратный Край Внутри Все Некрасивые края Обраны Нигде Вообще Ничего не торчит Вот эту часть Мы очень аккуратненько Подошьем Иголочкой Руками Потому что К сожалению Только Крючком И спицами Можно сразу Делать так Чтобы все Было Закрыто На машине У нас Так не получится Ручками Аккуратненько Подошьем Внутрь Вот это все Закроем Этот некрасивый Край С этих сторон Вот Точно так же Делаем вторую Планочку Только Если здесь Я вязала 20 рядов То Передняя Будет В два раза Меньше Потому что Она будет Находить На него И Навесными Пуговиками Пристегиваться Чтобы Планки Вот так вот Находили Не до конца Пуговицы Будут Где-то По серединке Планки Будут Одна на другую Находить Но не полностью Чтобы были Пуговички Сейчас делаем Переднюю планку Точно таким же Способом Мы сделаем Горловины Вот так вот Оденем Все наше Изделие Полностью На машину Заодно Берем Вот эти все Лохмоть И ничего не будет торчать Выровняем край Все уберем Когда будете Отделывать горловину Учтите что Они не одинаковые Потому что У переда Вырез больше Надо немножко Больше петель Для переда Видите Не совсем Натягивайте Когда будете Горловину делать Но так хорошо И Плечики Спинки Чуть-чуть поменьше Вот таким вот способом Как мы сейчас делали Шаговый шов У спинки Делаем у переда И обе Горловины Через все-все петли От плеча Через горло До следующего плеча Вот до сюда Все закрываем По спине Провязываем Опять же 20 рядов По переду 10 По переду Будет Покороче Немножко Планочка Вот такой Песочник У нас Получился Слева Справа Я пришла Пуговички Правда Сюда можно Поярче Пуговицы Чтобы они Выделялись Но я пришла Такие Можно яркие Контрастные По цвету ниток Покажу Как я делала Петли Петли По старинному Способу Двойная иголка Узелком На месте Петли Здесь у меня Пришит тоже Пуговка Где надо Между Петлями вязания Просто Желательно так Чтобы Иголка прошла Через нить Иначе узелок Проскочит Очень рыхлое вязание Чтобы закрепить узелок Его было не видно Мы его пропускаем Он застревает Как раз Между Нитями вязания Один узелок Я завяжу И дальше Делаем Петельку Петля И нитка Руками Вяжем Петли Раз Два Три У меня получается Достаточно толстенькая Петелька Такая косичка Вязаная Желательно Вязание Натягивать Мне сейчас Никак не натянуть Я вам показываю Так Вяжем Чуть-чуть меньше Двух сантиметров Сейчас смотрю Сколько у меня получилось Еще Еще разик Вот такая Толстенькая Я обшивала С этой Пришиваю Пришиваю Так Чтобы петля Не ушла Вбок Поскольку Иголка Прошла С краю Полотна И получается Что петля Завалится Назад Вот я ее Чуть-чуть Не довела До конца Здесь у меня Петля двойная Между Нитками Провожу Иголку Все Затянулось Четко На середине На верхушке Нашего Подгиба Будет Никуда не свалится Ни верх Ни вниз Ни лев Ни прав Завязываю Узелок Как следует Можно завязать Два узелка Все Убираю Нитку Внутрь Убираю Нитку Внутрь И обрезаю Лишнее Все Моя петля Готова Последняя Все Готово Сейчас будем Мерить